Всем привет, друзья мои! Дружка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. А, пока-пока! Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Сегодня ко мне пришла муза. Вот здесь я приготовила вот такое вот печенье. Есть на моем канале. А здесь я приготовлю для себя грибной суп. Сейчас я сюда добавлю даже брокколи. Так, еще я приготовила фарш на котлеты по Дюкану рецепт. Моя одна знакомая, хорошая очень, с Батуми, сейчас на этой диете Дюкана. И кликовала в Инстаграме рецепт. Я воспользовалась ее. Ирочка, спасибо тебе за советы. Ну вот, а я в этот суп, суп нас сама придумаю какой. Добавлю брокколи. И вот такой вот у меня будет на два дня обед. Так. Сегодня что делала? Так пачкается этот ковер вообще светлый на кухне. Я сегодня его столько тряпкой, столько терла. Вроде бы оттерла какие-то пятна. Вот с Озлем мы тогда готовили. Ну, я так стараюсь аккуратно, чтобы ничего не брызгало. А она ушла, блин! У меня такой грязный был заляпанный, что я не могла. Мне плохо было. Я не хотела заходить на мою кухню. А сегодня вроде бы так уже все убрано. Прибрала. Пришла муза ж. Квартиру убрала. И с чем это связано? Я сейчас вам расскажу. А, а мужу я, знаете, что приготовлю? Я мужа не оставила без... Вот пол грудинки я себе на фарш, а половину я ему сделаю грибы. Грудинку такую вот сделаю. И макароны, может, отварю. Или плов какой-нибудь. Вот такой вот у нас будет мой ужин. Ну все. Сейчас я вам раз с вами поделюсь секретом. Всем привет-привет еще раз. А вот и я. Сегодня я жду гостей. Я думала, они придут на ужин, но, к сожалению, только на чай сказали. Поэтому я быстренько приготовила сладости. Ну, своими руками очень вкусно, не так ли? И сегодня мне принесут посылочку из России с конфетками. Я все вам покажу. Я заказ делаю. Это моя бывшая подписчица, знакомая, хорошая. Она приезжает несколько раз в Нельсин и всегда что-то привозит. Я очень ей за это благодарна. Еще заказала там карвалол, там йод, потому что йода нету, я не нашла в Турции. Может, не искала хорошо, может, кто-то из вас нашел. Как называется, интересно было бы знать йод. Но иногда йод очень нужен. У меня уже все позаканчивалось. Я столько принебезла баночек с Батуми два года назад, естественно. Ну, я люблю его... Знаете, что делаю? Летом у меня ногти отдыхают на ногах, я их не мажу лаком, я смазываю йодом, когда вспомню. Фаланги ногтевые. Это хороший антисептик, от грибка и так далее. Ну, вот, когда кинулась, думаю, что-то я давно не делала. Я смотрю, а у меня уже там на флакончик закончился. И она прилетела, привезла мне всего. Вот после пяти часов я ее жду на чай, потому что на ужин она отказалась. И вот такие дела. Вот поэтому у меня сегодня такой насыщенный день. уборка, кстати, у нас отключили свет. Хорошо, моя машинка посудомоечная была вся заполненная. А сладость успела я приготовить. Ну, вот все, буду готовить суп. Хотела еще чем-то заняться, но, к сожалению, света нет. Будем надеяться, что скоро дадут. Не так ли? Это что такое без света? В Турции балконы неблагодарное дело, если они открыты. Вот смотрите, мы так хорошо помыли с балкона, с лошкином. И вот за два дня дождей. Вот, посмотрите, какая грязь. Не буду я мыть, потому что погода непонятная какая. Так, что тут мы видим? Соседи. 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 Соседи на балконах уже так тепло, хорошо. Вчера было так холодно. Знаете, вот если бы я не принимала прополис, я бы с мужем сто раз заболела. Я эти дни как ледяная. И вечерами я сижу возле компьютера, ну, у меня кабинеты, разговоры по бизнесу, телевизор мешает, поэтому я там. И если бы я не защитила свой иммунитет прополисом, то я бы сто раз заболела. И вчера мы тоже вышли погулять. Горло было открыто, все. Мурат наверное уточняет, почему нет цвета. Он же у нас главный. Такая пасмурная погода. Я посмотрела, что у меня этот цветочек расцвел. А вы мне сказали, что это хлорофилл, да? Ну, вот видите, как хлорофилл пустил. Да, я помнила, но забыла. Точно, я же проучила это. Вот Аника, видите, как деток он пустил. Ну, а это все активно цветет. Здесь только скоро будет такой красивый куст. Да, мои цветочки. Буду ждать гостей. Если они разрешат, конечно, я засниму их, но поживем, увидим. Птички чирикают, весна вовсю пришла. Дети все на улицу вышли, сегодня же суббота. Хочу показать вам мою мимозу, которая расцвела. Я же ее вчера вот так сорвала в таком виде вместе со шкымом. Посмотрите, как она расцвела. Но понюхаю сейчас. Что-то не пахнет так. Не знаю, может, какая-то турецкая мимоза. Интересно. Вот. Делаю себе праздники желтые цветочки. Вот мое. Боже мой, у меня точно сколероз. Я забыла, как называется. Видите, я залила его сиропом. Не, оно так распухло у меня. Шекер паре, как называется, как кушают здесь, господи. татлы, короче. Очень легкий рецепт вообще. Сейчас Сашка ему дам, попробую и скажет. Видишь, у меня чуть в башке, ты не поймешь, что. Друзья мои, вы, наверное, узнали, кто это, так, ко мне приехала. Она, Олечка, очень много раз была в моих видео, показывали. Мы на, наверное, уже третий год, как мы знаем друг друга. Вот общаемся, она живет в Мерсине, у нее квартира в Мерсине, она приезжает сюда на неделю, на 10 дней, несколько раз в году. Как только есть возможность, с большим удовольствием, такое счастье быть здесь, просто чудо. Там такие холода, у нас тоже немножко холодно, но я надеюсь. Мне даже до сих пор не верится, что я здесь. Правда? От сугром столько пересадок делала, да? короче, Оля привезла мне, посмотрите, посмотрите, я потом вам покажу целый пакет. О, как здесь много. А сейчас мы будем пить чай с Олечкой, что-то она еще и баклаву принесла, да? Оля, а ты, мы не встретимся больше с тобой, да? Не знаю, возможно, нет, а может быть, и да. Здесь мама ее, она должна и с мамой и в Мерсине погулять, и с папой, и с родителями, так что, друзья мои, наслаждайтесь моментами сейчас, и до скорых встреч. Следующий, когда у тебя приезд? Как только, так сразу. Кроволочка. Да? Самая главная, Оля привезла мне йод и корвалол. Ну все, будем пить чай, а с вами до скорых встреч. Мои хорошие, что вы не везла мне? Олечка, я ей попросила с начинкой простых конфет, я хочу шоколадных. Ромашечку привезла, вот, москвичку, москвичку, вот мы уже открыли, с лимончиками, две таких пачечки. Я попросила обычный карамель и желе. Вот, посмотрите, желе, такие привезла, желе, вот такие желе привезла, герсиные лапки, клубника со сливками, так, еще что привезла? Вот такие, вот такую привезла тоже вкусное желе и шоколадки, вот, посмотрите, какие у нас шоколадки, посмотрите, Ашкин, покажи шоколадки, Альтен Голд, Ашкин, Буэн и русский шоколад, чоколезет ли. Вот такие, вот, и вот привезла мне карвалолы и йод, так что, друзья мои, гости ушли, не знаю, придет она или нет, а мы с Ашкином будем кушать, я готовлю ужин, все, покажу вам. Вот такой ужин я приготовила моему Ашкину, соте, макароны, салатик, супчик, вот какие вкуснятины, а себе я вот пожарила такие котлетки, и сейчас тоже покажу вам супчик, покажу супчик, какой у меня, Ашкин говорит, ты только меня не положила туда, все положила, грибы, брокколи, кабачок, вот так вот. А свои котлеты я жарю без масла, абсолютно. приятного нам аппетита. Светлана допалась, посмотрите, сколько фантиков, и то я повыбрасывала с Ашкином. С Ашкином мы напали на конфеты, пчелку кушаем. Но знаете, я не переживаю абсолютно, что я прям прибавлю сейчас за столько дней, потому что желе можно кушать, не опасаясь. Я так думаю. Вот это мне очень тоже понравилось. Левушка. Ашкин, санахан гиберенден. А Ашкин говорит, знаете, какие понравились ему конфеты, что Светлана нам прислала. Светик, твои конфетки понравились. Но я специально сама такие заказала. Вот это очень вкусное. Тут и карамель, и печенье тоже. Ну вот, с яблочком, да? Зачинка, клубничка. Я очень довольна, очень. Спасибо большое. Спасибо большое. И москвичка. В общем, у нас сегодня праздник. Желудка. Столько фантиков. И выбросила. В два раза больше. Так хочется спать. Полтретьего. Пошла я спать. бежать. Боже мой. Я уже начала рано ложиться. После двух уже отключаюсь. А раньше могла до четырех. Ну что, мои хорошие, приятных вам снов. Спокойной ночи. Оля посидела, наверное, часок. Мы с ней поболтали. Но у нее очень много дел, и она приезжает на очень короткое время. Поэтому у нас не получается с ней так встретиться подольше. У нее планы куда-то еще поехать. Поэтому вот так вот все спонтанно. Ну, летом приедет. Наверное, побольше пообщаемся. Так хорошо, когда есть знакомые, которые едут и спрашивают, нужно ли что-нибудь мне. Очень приятно. Спасибо всем. Спасибо всем, кто меня уважает и любит. Нас, Сендера. Спасибо, что вы читаете мои статьи на Яндексе Цене. Это, наверное, вы будете. А кто же еще? Кроме моих друзей. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.